Добрый день, дорогие друзья! В курсе ли вы о том, что под крылом Ассоциации Украинских Организаций в Эстонии находится очень известный в Эстонии детский спортивный клуб «Крещатик» имени Валерия Лобановского? О том, что вот эти замечательные кубки – это все завоевание этого клуба. И вот мы хотели бы вам представить руководителя клуба, одного из основателей спортивного клуба «Крещатик» Бориса Степановича Сидоренко, которого попросим рассказать подробнее о становлении клуба, о сегодняшнем дне его и о его развитии, о перспективе. Ну, пожалуйста, Борис Степанович, давайте занимайте вот это кресло и слово вам. Все, все, все подробно, все, что вы хотели бы рассказать о себе, пожалуйста, дорогой. Братите всем. Рад, что я здесь оказался в очередной раз. Упомянутые эти кубки – это вот только вершина Айсберга, горкушка Айсберга, вот только маленькая, потому что мы существуем уже с 2009 года. На следующий год мы будем отмечать десятилетие клуба. У меня вообще следующий год получается очень интересный. У меня получается шестидестилетие моей скромной персоне, двадцатилетие моей тренерской деятельности и десятилетие спортклуба при святых имени Валерия Васильевича Лаванова. Клуб я назвал так, потому что у нас в Эстонии одно время модно было называть, руководителей клубов называли клубы именами любимых команд. Был и есть клуб «Спартак», «Леал», «Аякс». «Динамо Киев» уже не назовешь. Да, да. Как и на Крещатик – это же улица, которая начинается, берет свое начало, даже так скажем, от Олимпийского стадиона, где под руководством Валерия Васильевича Ребята отобрали всю Европу. Хе-хе-хе, как и на мае, хорошо. И потом покрещу чатик «Ура, мы победили!» Хе-хе, хорошо. Сам я с рождения живу в Таллине. Сам я считаю себя жителем Эстонии, Эстонию считаю своим домом. За киевское «Динамо» болею с пяти лет, как вот меня папа посадил перед черно-белым телевизором в рекорд и сказал, Боря, мы болеем за «Динамо Киев». И вот с тех пор. А что касается нашего клуба, нашей деятельности, мы в 2009 году организовались, подписали документы. Потом я через родственницу, через бабушку одного из своих учеников узнал, что у нас же существует украинская диаспора здесь, организованная диаспора. 1 июня 2009 года. Еще даже тренировки не начались самостоятельные, мы вступили в ассоциацию, ну и стали играть в футбол. Стали играть в футбол и довольны, я вам скажу, успешно. Конечно, реалии экономически сложные, поэтому два года поплавав в таком свободном плавании, мы стали филиалом огромнейшего объединения футбольного, Тайлинская футбольная школа со столетней историей, которая сейчас называется «Легио». Когда организовался клуб, я не знаю, есть ли в мире еще что-то подобное. Я сделал футбольный клуб, когда у меня в кармане, точнее на счету, было 5 эстонских кров. Мне подставили, конечно, плечо, подставили плечо помощники. Поначалу это была фирма «Пяеводитель» с ее руководителем Андреем Покрасом. Его дочка когда-то занималась у меня. К тому времени уже не занималась, но этот человек очень здорово мне помог на первые времена, потому что залп не арендовать на 5 лет. После того, как я вступил в ассоциацию, мы здесь, как и общались, пошла и моральная моя поддержка. И как бы представить первый из представителей ассоциации, мне подставил плечо Андрей Грицков, командир на тот момент украинского реестрового казачества в Прибалтике. Я тоже, кстати, являюсь подполковником украинского казачества. Андрей одел тогда практически в форму все мои команды. Их тогда было немного, всего три. И потом уже, когда мы пошли на альянс с регионом, пошла уже действенная помощь, там и база хорошая, там и коллеги мои профессиональные, профессиональные люди, которые мне помогли. Я, может быть, им чем-то помог. И вот мы уже много лет плывем в одной лодке, не толкаем друг друга, и помогаем друг другу. Я благодарен на сих пор за помощь. И если я продолжаю находиться в Легионе вместе со своими воспитанниками, значит, это мне нравится и комфортно моим ученикам, значит, комфортнее мне. Именно ученикам. Потому что я себя позиционирую не как футбольный тренер, а как педагог. У меня даже футбольного образования как такового нету. То есть там вот эта маленькая лицензия, чтобы они меня коснулись. Одно из моих университетских образований, это как раз педагогическое. Может быть, поэтому мне и удается немножечко... Действительно, я не смею сказать, что мне удается создавать коллектив. Именно коллективы победителей. Не буду стучать себя пяской в грудь, но коллективы действительно хорошие. До сих пор ребята встречаются между собой. Те уже, кто закончил. Очень много девчонок у меня в клубе. Сейчас у меня занимается около ста человек. Вот на данный момент. Это начали мы с трех маленьких команд. Из них где-то около 20 мальчишек, остальные все девушки. Девушки рулятся. Да, ой, там такие громшие, дай бог. Точно, точно. Как в государственном управлении, дай, и в футболе тебе его... Наверное, наверное. Нет, но это действительно, потому что девчонка, если пришла в футбол, в нее 2-3 раза мячиком попала, и она в нем осталась, значит, это ее. Точно, да. Воспитанницы наши играют... Вот последнее серьезное, значит, индивидуальное достижение. Моя ученица Влада Кубасова заключила контракт с итальянским Наполи. В высшей лиге России играла у меня девушка. Ну, там карьера как у девушек заканчивается, декрет ушла. Это нормально. Это нормальный. Я не знаю, в этом смысл с точки составания. Потом здесь играют за сборную, за первую сборную национальную Эстонии. Был вообще интересный прецедент. Вратарь молодежной сборной Эстонии в воспитании клуба Крещатика Аллина Тарасенко. Не могу. Потом играют... Сейчас кандидат в сборную Норвегии. Девушка, которой у меня много занималась. А Норвегия в женском футболе, вообще Скандинавия, впереди планеты всей. Так. Потому что... Я там беседовал очень много, встречаюсь на международных соревнованиях, беседовал с коллегами с этих стран. Почему? Вот девушки у вас впереди планеты всей в футболе. Да. Обычайки это лыжи, это... А мальчишки... А мальчишки не так уж. Звездят, так скажем. Но дело в том, что они мне отвечают, что условия там на Скандинавии для занятий спортом детенцарские условия. Это даже лучше, чем в советское время у нас. И они мне объясняют, но потому что мальчики в футболе тут неудачники, которые в хоккей не прошли. А девчонки идут сразу в футболе. Норвегия была чемпионом мира. Швеция была призерами Олимпиады. Скандинавия тоже и десятки по рейтингу не выходит. Поэтому ехать в Скандинавию, играть со скандинавскими командами на равных, это все-таки уровень. А мы не раз с ними играли и выигрывали. Разными возрастами. А обычно где у вас соревнования, если выездные происходят? Вам удается выезжать часто за рубеж? Часто это слишком громкое слово. Потому что все вот эти выезды, все эти разъезды, к сожалению, за счет родителей. Потому что, а много ли в нынешних реалиях, вон на улицу посмотрите, много ли в этих реалиях родители могут возить сюда-сюда-обратно. Нету денежного мешка. А почему ведь это очень такой солидный спортивный клуб? Разве государство никак не поддерживает вас, как и все наши общественные организации, как и монокультурные всякие организации? Ну, поддерживает, но недостаточно, так скажем. Недостаточно, так, чтобы вам нужно было. Да, вот эти вот 3 копейки там она вот отмыла. Нет, 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 нет основы, да, да. То есть удается проводить и соревнования, и выезды только за... Мы три раза ездили на детский чемпионат мира в Гётеборг. Три раза девчоночные команды мы ездили. И все три раза, конечно, родители на себя брали основную финансовую нагрузку. Ясно, ясно, ясно. Скажите, за национальным, так сказать, признаком, как у вас дети русскоговорящие, стоноговорящие? Я недавно посчитал, так сказать, 14 национальностей. Правда? Да, это же замечательно. Как дети общаются между собой тогда, тем более... Вот, я же говорю, у нас коллективы замечательные. Нет, понятно, что там, где много девчонок, там иногда переехали дети мол. Да, конечно. Потому что, ну как, представьте себе, 15 женщин в одинаковой одежде. А тогда на чем-то другие выделятся. Да, да, да. Замечательно. Да, и вообще девчонки, это же, это особенный такой, особенно порода девчонок. Ну да, большинство, кстати, вот этих призов как раз девчонками идти на бою. Вот у меня тут один рояль в кустах есть. Ага. Да. Когда мы отговаривали с Вару и Лару, что о последних достижениях, вот я принес сюда и доставляю. Это самое последнее, то, что мы в это воскресенье получили, кубок девочки. Турнир был для девочек 2002 года рождения. Так, так, так. Ну там у меня и 2006 года девочки играли тоже. То есть на 4 года младше врата и натащила такое, что... Замечательно, молодцы, ребят. Кубок у нас. Да, давайте найдем это место самое почесное. Ну и в качестве такого, ну и удобно же в гости, без подарков. Ходить, это калаш такой делал, здесь фотографии. Вот мальчишечья команда тоже у нас появилась. У меня появилась, помимо того, что у меня ученики игроки, у меня уже появились ученики-тренеры молодые. Ах, и так, Даша, Даша, замечательно. Павел Ходосов, он, ну как, скажем, с улицы пришел, конечно, но сейчас уже стал самодостаточным тренером рядом со мной. Смею сказать, что я тоже чего-то этому посодействовал. И вот у него команда мальчишек 2006 года. Очень тоже хорошая, боевая, тоже много выигрывает. Так что у нас не только девчонки. А девушки, девушки, это здорово. Вот эта фотография здесь, одна из этих фотографий, вот она очень такая яркая, эмоциональная. Потом поближе рассмотрит. Это мы как раз, первый раз попав на детский чемпионат мира, впервые эстонская команда вышла из-под группы, попала в этот плей-офф. И вот они бежим там, болельщики наши там были, были, были. Вот бегут радостные, слезами на глазах. Я сам на это смотрю, у меня слезы наворачиваются. Да, конечно, конечно, замечательно. Замечательно. Вот и я по поводу еще тренерского, так сказать, вашего штаба. Ведь столько команд. Сколько у вас, допустим, штат тренеров в вашем клубе? Штат, это когда денежки получают. Волонтеры они, все волонтеры. Вот упомянутая мной Алина Тарасенко. Они волонтеры, тренеры, да? Да. Упомянутая мной Алина Тарасенко. Она знает, теперь уже Алина Сергеевна Тарасенко. Ветеран, 20 лет ветерана с полского футбола. Спасибо. Она очень сильно помогает мне как раз со взрослой женской командой. Девчонки команда 2000-2001 год. 99-2001 год. За 7 лет участия своего в чемпионатах Эстонии. 4 чемпионских титула, 2 серебряные награды и бронза. Ну, бронза, ну, так получилось. Ой, боже ж ты мой, как привыкли побеждать. Да. Молодцы. Да, да, да. Они должны расти победители. Я верю, верю. Это от наших настроек. Жизнь такая, победители должны быть. Это от настроек, да. Видишь, да, да, да. Это чувствуется даже характер главного третья. Конечно, конечно. И сейчас следующее поколение растет 2006 год. Младше девочки тоже там команда, с которой мы согнем всю Эстонию обязательно. И дальше. Как у вас расписание как бы строится? Это же несколько групп, значит, как-то там или у каждой группы свой тренер или как? Ну, ну, с мальчишками, с мальчишками я уже, Павел Павлович, он все-таки уже очень взрослый человек, мне остается только руку на курсе держать. Ясно, 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 ясно. Алина Тарасенко, она тоже уже становится все самостоятельнее и самостоятельнее. Вот в это воскресенье в очередной раз она самостоятельно повезет команду на турнир. Так, так. И мне почему-то кажется, что она оттуда с победой вернется. Да, будем надеяться, конечно. Потом с младшей группой, вот этой девчонке, 12-13 лет мне помогает Даша Сомова, Дарья Андреевна. Уже, да. Я не пенальте 7 и вытащила. Так, да. Там такая тоже девчонка замечательная. При где-то моей комплекции она легко становится на мостик, делая шпагат. И... Баланцевая девчонка. Можно, да, так. Я не люблю бросаться словом таланта, но там что-то есть. Скажите, Борис, вот, значит, недостатка в самих участниках этого спортивного клуба, даже я так и не чувствую, то есть дети приходят и с удовольствием занимаются, или вам приходится себя рекламировать как-то в школах или... Хорошие товары в рекламе не нуждаются. Не нуждаются, да. Ну, дело в том, что, конечно, конечно, надо время от времени заявлять о себе, о Легионе. Мы, когда мы производим набор, все-таки мы в школу Легион набираем детей. А то, что в основном, у нас на мягкие, кстати, детишки оказываются у меня под моим патронажем. Я уже сам не знаю, где заканчивается Крещатик и начинаются Легионы. Это не столь важно. Они играют в футбол, они довольные, они радостные. Для меня это вообще не принципиальный вопрос. На каких-то турнирах мы играем как Крещатик, на каких-то как Легион, на каких-то как Легион Крещатик, на каких-то как Крещатик Легион. То есть это действительно не принципиально. Они играют в футбол. И сами дети, получается, из разных регионов, даже Талина, допустим... Ну, в основном на Эмера ездят девочка и мальчик с Мяя. Ясно, ясно. То есть я очень, кстати, люблю, когда у меня занимаются из одной семьи, брат и сестра вместе. Или там два брата и сестра умерут. Такие есть семьи. Это интереснее им. Они между собой еще в семье как-то соперничают. Вот младшая сестра Ленка, и у нее два брата, два старших. Так она же за ними тянется, она там уже набивается 50 раз мячом. Ну, в поле умеет. Скажите, пожалуйста, в смысле таком, что, конечно же, спортивный клуб, спортивные команды, когда команда выходит на поле, чтобы соревноваться, она очень нуждается в поддержке, хотя бы даже внешней, той же зрительской и так далее. Каким образом хоть как-то, может быть, местная пресса, телевидение, там еще какие-то средства информации были заинтересованы в вас, приходили, говорили с вами, снимали о вас что-нибудь? Зрители у нас есть, болельщики у нас есть, болельщики у нас замечательные, но их мало. Так вот об этом я говорю, чтобы больше знали, чтобы, потому что, ну, допустим, вы можете выставить свое объявление там на странице в Фейсбук, но где еще? Где, как обычно вы рекламируете себя, свою спортивную деятельность, и вот этот соревновательно необходимый процесс? Ну, в основном, конечно, родители, родственники, друзья родителей, сейчас вот девушки постарше становятся, их молодые люди приходят. Да. Ну, вот когда мы слушаем новости, например, теперь у нас есть ЭТВ Плюс, телевизионная программа, там русскоговорящих людей в основном, и новостные программы, и мы слышим спортивные новости, специальный цикл. Ну, да, про наши спортивные клубы основные, естественно, сообщается, когда будут соревнования и так далее, и так далее, и так далее. А вот, допустим, мы не слышим никогда про детские какие-то соревнования и так далее. Вы, получается, как бы в стороне, то ли это очень дорого, то ли... Мы не совсем не слышим, мы совсем не слышим, когда наш Легион мальчишки выиграли 2003 год, их встречали... Ну, когда мы выиграли, да. Ну, не мы выиграли, выиграли мальчишки легионовки 2003 год. Вот этот Готия Кап, это детский чемпионат мира, который, конечно, встречали, и актуальная камера, и правильно, и по делу, и за такую победу и нужно возносить детей, и в первую очередь тренеров. Конечно. Ну, мне кажется, я не знаю, может быть... Извините, закончу мысль. Значит, в актуальной камере такая Рита Мясникова, мы как-то с ней знакомы мы давно, она еще была начинающим журналистом, я был, ну, почти начинающим тренером, она к нам приходила, в журнале делала очень хорошую, интересную статью, потом она как-то разочек приходила к нам на стадион, когда шел чемпионат мира, мы с девочками этот чемпионат мира комментировали, этот сюжет по актуальной камере шел, а так, конечно, хотелось бы больше. Я имею в виду причину, одну из причин. Все-таки инерция мышления, да, продолжает считать, что женский футбол, это что-то такое, ну, экзотическое, это что-то, ну, неинтересное такое, там девчонки... Там такая искренность, там такая жажда борьбы, там... Ой-ой-ой-ой-ой, да... Там не может быть вообще речи о каких-то, вот как сейчас потрясают скандалы, мужской футбол, договорные игры... Женщины между собой никогда не договорятся... Точно, вот кодекс чести, да? Да, 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 совершенно верно, поэтому... Было такое понятие искренний футбол, вот он, вот он, искренний футбол... Значит, Борис, я все-таки думаю, что вы уже, ну, достаточно сказали, а теперь, пожалуйста, просто, как в качестве рекламы, адрес ваш, место, где ваш спортивный клуб и так далее, и даже где... А вас нужно больше узнать, чтобы люди, которые захотели бы поддержать вас, и прийти, может, в ваш клуб, чтобы они к вам обратились. Ну, клуб там, где я. Да. Тренируемся мы властными мероприятиями, вот сейчас, зимой. Так, так, так. Зимой мы, пожалуйста, прятаемся, вот на одном. И на стадионе Висмари, вот как раз футбольная школа, это, естественно, знаменитая, это бывшая Мичурина, некоторые ориентируются по высшему отрезвителю. О, Господи, ясно, ясно. У Кидая-то был отрезвитель, ясно. Так, если бы заканчивать, но в интернет-страничка у вас есть, как она называется? Ну, это сайт клуба есть, сайт клуба действует. Спортивный клуб Крещатик. 3-W-S-K-D-F-I-S-K-A-I-S-T-T-S. Ну, так люди не запомнят, конечно, но я имею в виду, что вот то уже в Фейсбуке есть страница, да, спортивного клуба Крещатик. Тот, кто захотел бы, он может туда обратиться и посмотреть все. Три пятерки, две девятки, четыре, девять, один. Три пятерки, две девятки, четыре, девять, один. Ключом в 25 часов в сутки. Вот, пожалуйста, вот это самое главное. Борис, мы от всей души желаем вам дальнейших успехов. И я думаю, что у такого внутренне богатого человека и наполненного человека просто не может быть неуспешно сделано дело. Вот, мы от имени нашей украинской громады щиро вам дякуем за то, что вы в нашу громаду велились, потому что вы такой наш чирик-козак. Вот, и огромное вам спасибо за это интервью. Вот, мы надеемся, что оно тоже поспособствует популяризации вашего клуба. И потом надеемся, что наши земляки, особенно, прийдут на змагания и поддерживают ваш спортивный клуб и змагания, в который принимают ваши дети. Ну, вот, и сейчас, девчонки вот эти старшие, в чем проблема, да? Вот, мы в прошлом году выиграли вторую лигу. Сейчас вышли первую лигу. Другие проблемы, другие деньги. Разъезда. Ну, тут уже... Найдем, 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 если мы раньше заинтересованы, а вам быть более активными. Сейчас есть система проектов написать, в Европу можно проектов. Да, 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 я уже на это наслышан. Ну, мне или проекты писать, или тренировать. Можно просто найти такого человека заинтересованного, чтобы умел писать проекты и... Ты такой человек есть, Наташа Руль, наша бухгалтера, но все равно она далека от футбола, и поэтому мне все равно, она будет писать, мне все равно надо сидеть над ней. Так что это не спасает отца русской демократии, как говорил Фасик. Это, к сожалению, беда не только Вашего спортивного клуба, а вообще всех наших общественных организаций, поскольку все зависит от того, как руководство этой организации умеет организовать все, и еще даже умеет, да, найти деньги для деятельности. Здесь я все-таки рассчитываю на классика, на нашего, да, никогда ничего не просите, сами придут, сами дадут. Хорошо, Борис, я Вам желаю удачи. Спасибо. Дякую Вам щиро, все на тему завершуємо наше невеликое интервью, але я все-таки надеюсь, что мы продолжим розмову. Всего на найкраще. Всего на найкраще.